Ой, 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 так, подожди, я вот эту подушку возьму. Да так надо, выкладывайте. И с сердечками вам, посмотрите, какая прекрасная тут вам будет обстановка. Вот она, расстилает, все, это вообще личный врач. Хорошо сделаем. Ложиться? Да, устраивайтесь. Господи, свосехрестец, и мне гордо. И давайте помолимся. Суббота, о страшном суде. Господи, благослови нас, я уже лег. Больной лег, врач перекрестилась и поехали. Так, теперь возьми, прочитай ему, кто ты такая. Подойди поближе. Так, где-то есть. Да. Сегодня, 25 февраля, 2023 года, суббота, недели о страшном суде. Напомним себе послание апостола Павла к Колоссянам. Стих 2 главы, 23 стих. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Я, Фатеева Любовь Николаевна, в девичестве Архипова. Образование мое высшее, медицинское. Училась в Алтайском государственном медицинском институте на факультете лечебное дело. С дальнейшим своим профилем специализации по неврологии. Закончила очное образование, обучение в 1974 году. И дальнейшая моя рабочая жизнь протекала в городе Рубцовске. Имела категории по этой своей специальности. Продолжала образование каждые 5 лет в Новокузнецком университете повышения квалификации специалистов. Но сейчас я христианка и уже на пенсии с 2010 года. Моими учителями в институте, во время моей учебы, были корифеи медицины. Это Неймарк Израил Исаевич, Дедерер Юрий Михайлович, Шойхит Яков Наумович, в скобочках можно написать Нахманович, потому что так он был дальше. Баркоган Зиновий Соломонович, который помогал людям с кровотечениями. Это корифеи медицины, о котором даже писали в Алтайской правде. Из своих посетителей, то есть клиентов, пациентов, он обслуживал даже, когда приходилось срочно в дальний уголок страны отправляться. Он летал на АААН самолетах. Такая у нас была обстановка, что мы трудились без особых заслуг там или еще чего-то. Но нас обучали настоящие ученые. Это был 15 выпуск университета сейчас, а был у нас он как институт. Потом перевиновали его как университет медицинский государственный, Алтайский университет. Ну вот такие дела у нас на сегодняшний день, что надо полечить вот товарища, брата нашего во Христе. Вот она читала Шохет, Наумович, он Нахманович, но не делал операцию. В Потеряевку приезжал, когда нас душили, был полностью за нас. Это Нейборг, это евреи, прекрасные люди. Этот профессор, и тот стал профессором, когда делал операцию, он там был кандидат какой-то. И вот у меня личный мрач получается, живет через стенку. Я никогда не думал, что так придется лежать впереди, распластать. Когда я издавал книги, у меня программист появился, здесь талантливый притом. Отец на фонареил студников. Прямо на этой полке спал у меня, чуть не сказал, на нара. Вот вчера она меня один раз делала, и вчера я прошел, я не знаю, сколько километров. Вот отсюда замерить надо до моста, весь мост прошел, и туда за мост вышел. Большой Барнаульский мост. И все заснял. И мне кажется, даже опухоль маленько можно отнимать. Ну, это вы сами там все понимаете. Сами уже сделали, молодец. Теперь давайте вот этот рукав поднимем, померим, что имеется. Давай. Перед сеансом измерим артериальное... Правая рука, да? Да. Разве снимем. Хорошо. О! Сегодня у нас 25 февраля, 2023 года, суббота. Завтра прощенное воскресенье и 7 недель поста. Мне уже идти хорошо. Главное, у меня сейчас все это наладилось, ни кровотечения нету, как с вещей были убрали, сразу 4 болезни дохлопнули. У меня одна из Германии, работает о медицине, это дает советы. Деревянный уголь, говорит, ешь, все будет он там убирать. Уголь активированный называется. Объявляйте, слушай, какое это? Вчера было 137 на 74. У нее дочка Юлия кончилась, красным дипломом, университет теперь медицинский. Она у меня в лагере была девочкой. Ну, лежа, 123 на 58. Сколько? 123 на 58. Как у молодого человека, отлично. Вот видишь, как, Господь. У меня интересная температура. Вот на операции, тяжелые операции такие были, позвоночник. Там три грыжи от тяжести. У меня все болезни от тяжести на работе. И температура ни грамма не меняется. Там, сколько там, 37 или 36 с чем-то. Врачи до того удивляются, говорят, должен я менять температуру. У меня оказалось, позвоночник там один канал только, обычно два. И поэтому была большая опасность повредить. Бежпозвоночная грыжа, там раздавленные эти. Ну, что там находят, амортизаторы. Приходит Виктор Андреевич, врач кровообольницы Яковлев. Там лекарства он принесли. И вчера, интересно, у меня ноги стало настолько легче, что я уволокся из дома. Дорогой все снимал, обошел. Мост на ту сторону вышел. Ну, отсюда, я думаю, километра-то 4-5 было. Сегодня мы лечим эту ногу. Вот эту. Сегодня правая нога, да? Да. У меня там, в основном, больная левая нога. Колени. Мы чередуем одну и другую. Процесс идет как в одной, так и в другой ноге. Когда врач верующий, это желать большего нельзя. Они, говорит, молятся врачу, и Господь помогает им. Видишь, она пропитана каким-то раствором. Это марля с этим, с ватой. Как-то бы держать меня надо. Да давай согнуй. Пока не надо. Не надо? Пока все слава Богу. Ну ладно. Не принимай врача понадобность. И меня все время обвиняют. А ты, вроде, принимаешь врачей. Сейчас мне все раз звонят. То сон увеличишь. И думаю, я тебя как раньше. По два с половиной часа в сутки спал. Сейчас не потянет. Я за столом засыпаю. Об клавиатуру 2-3 раза ударился. Кровь пошла. Печатал. И во время печатания заснул. Со стула падал. А сейчас сделал вот это вверху. Куда наклоняться. И уже не засну, но не упаду. Видишь, Любовь Николаевна меня на ноги хочет поднять. Надо сегодня договориться там с Леной, чтобы за нами заехала. Во сколько служба-то в полпятого в соборе. Там метрополит будет, Сергей. Почему сегодня-то? Завтра, наверное. А? Может, завтра? Послезавтра, да. Подожди. Завтра, завтра. Сегодня. Ну, какой послезавтра? Суббота. Сегодня суббота. А завтра будет воскресенье. А завтра? А завтра? А завтра, воскресенье. Воскресенье поехать. Болезнь, это на пользу. Зачем же врач Лука, евангелист, Павлов был? Златоуса, когда сослали, он дорогой болел. Дорогой искал лучших врачей. У меня как-то получается все так удивительно. За стенки живет. Вот, а там, а где квартиры ты корал? На одно крыльцо. И вот она взялась за меня. Все получится, не знаю. Так, один пинтик куда-то у нас посеялся. Посмотрите, где он там может ржать. Сейчас, как только сделаете, Володя, я буду сразу по городу гулять. Мне надо больше ходить. Объясните, что сейчас ходить нельзя. Сразу же после лечения. Еще успеем с ходьбой. Сейчас она привяжет там, когда электрически это... Любовь Николаевна сказала, после лечения сразу идти нельзя. Нельзя, значит, нельзя. Сколько? Сейчас-то можем пройдет. Вчера у меня день такой праздничный был. Так далеко ушел и сам вернулся. Вот что удивительно. Так я иду дорогой, стараюсь не хромать, чтобы никто не подумал. А то скажут, какой-то коллега идет, его можно обобрать. Вон, смотри, как делают. Осторожно. Покажи еще в руке у тебя. Осторожно. Детали какие, вот. Электрический вибратор. У одного так же было, враги обрадовались. Заболел, помрет. Он говорит, не радуйтесь. Вы после меня не будете еще жить. Как Мартин Лютер говорил папе, говорит, Когда мне не будет, тебе так не будет хватать меня. Тебя никто не обличит. Она вот меня лечит, может быть, на свою голову. Буду делать замечания какие-то. Но она не боится. Не сопротивляется. Я там ноги-то поднял выше головы, там одежу накрутил. Смотри, сколько. Да сколько выше-то. Оттек оттуда идет. Вот. Посмотри, там шинель, все и привязал. А спать ложись, ноги на туда, на тот конец. Включаем. Давай. Телефон, смотрите, время. Здесь вот. Вот на телефоне. Посмотрите, время. Время, посмотрите. Вот, Лена у меня купила где-то список. 250 рублей, говорит, стоит. 20 минут 9-го. Куда бы положить-то его? Ну, назад вернула. Ну, тут, чтобы я его не свалил. Рядом с аппаратом-то не надо держать. Не надо. Подальше его. 20. Договорились, что 30 минут под этим. Что не болеть-то тут, когда врач свой? А там личный врач такого Сталира был. И у меня. Все, сейчас мы прочитаем. Он-то боялся, что отравит его, Ильич, а я не боюсь. Фух, внутри сюда. Ну, засловите слово Божье произнести. Я вам хочу произнести слово Божье. И давайте послушаем. Тут прямо написано о здоровье. Книга Сирахова. 30-я глава. Сейчас скажу так. 30-я глава. 14-го стиха. О здоровье. Лучше бедняк здоровый и крепкий силами, нежели богач с изможденным телом. 15-й стих. Здоровье и благосостояние тело дороже всякого золота. И крепкое тело лучше несметного богатства. 16-й стих. Нет богатства лучше телесного здоровья. И нет радости выше радости сердечной. 17-й стих. Лучше смерть, нежели горестная жизнь или постоянно продолжающаяся болезнь. Точка. Вот нам о здоровье, что говорит премудрый Сирахов. Так же мы можем прочитать у Соломона. Здесь есть ссылки. Очень интересное место тоже сейчас я это найду. Так. О здоровье. И о корне, которые есть сребролюбие, приводят к болезни. И богатство не всегда становится показателем спасения души. А там в 38-й главе Сирахова тоже написано. Как раз о врачах. Давайте 38-я. О врачествах, о врачах. Сейчас найдем. 38-я. 38-я. Почитай врача честью. Подзаголовок называется «Врач и лекарства». Глава 38-я. Иисуса Сирахова. Почитай врача честью, по надобности в нем, ибо Господь создал его. И от вышнего врачевания, и от царя получает он дар. Знание врача возвысит его голову, и между вельможами он будет в почете. Господь создал из земли врачество, и благоразумный человек не будет пренебрегать им. Не от дерева, либо вода сделалась сладкою, чтобы поздно была сила его. Для того он и дал людям знания, чтобы прославляли его в чудных делах его. Ими он врачует человека и уничтожает болезни его. Приготовляющие лекарства делает из них смесь, и занятие его не оканчивается, и через него бывает благо на лице земли. Сын мой, в болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и он исцелит тебя. Оставь греховную жизнь и исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце. Вознеси благоглухание и семидала памятную жертву, и сделай приношение тучное, как бы уже умирающий. И дай место врачу, ибо его создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен. И в иное время и в их руках бывает успех, ибо и они молятся Господу, чтобы он помог им подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни. Но кто согрешает, предсотворившим его, да впадет в руки врача. Дальше идет там плач над умершим. Сын мой, над умершим пролей слезы, и как бы подвергшийся жестокому несчастью, начни плач, прилично обрети тело его, и не пренебреди погребением его. Горький, да будет плач и рыдание теплое, и продолжись этого няню по достоинству его день или два для избежания суждений. И тогда утешься от печали, ибо от печали бывает смерть, и печаль сердечная истощает силу. С несчастьем пребывает и печаль, и жизнь нищего тяжела для сердца. Не предавай сердце твоего печали, отделяй ее от себя, вспоминая о конце. Не забывай о сем, ибо нет возвращения, и ему ты не принесешь пользу, а себе повредишь. Вспоминай о приговоре надо мною, потому что он так же и над тобою. Мне вчера, а тебе сегодня. С упокоением умершего успокой память о нем, и утешься о нем, по исходе души его. Дальше дочитывать будем эту главу. Далее идет размышление мудрого. Различные призвания. Мудрость книжная приобретается в благоприятное время досуга. И кто мало имеет своих знаний, занятий, может приобрести мудрость. Как может сделаться мудрым тот, кто правит клубом и хвалится бичом, гоняет валов и занят работами их, и которого разговор только о молодых валах. Сердце его занято тем, чтобы проводить борозды, и забота его о корме для телец. Так и всякий плотник, и зодчий, который проводит ночь, как день, кто занимается резьбой, того приближание в том, чтобы разнообразить форму. Сердце свое стремляет на то, чтобы изображение было похоже, и забота ему о том, чтобы окончить дело в совершенстве. Так и ковальч, который сидит у наковальни и думает об изделии из железа. Дым от огня измуряет его тело, и жаром от печи борется он. Звук молота оглушает его слух, и глаза его устремлены на модель сосуда. Сердце его устремлено на окончание дела, и попечение его о том, чтобы отделать его в совершенстве. Так и горшечник, который сидит над своим делом, и ногами своими летит колесо, который постоянно в заботе о деле своем, и у которого исчислена вся работа его. Рукой своей он делает форму глины, а ногами умельчает ее жесткость, и устремляет сердце к тому, чтобы хорошо окончить сосуд, и забота его о том, чтобы очистить печь. Все они надеются на свои руки, и каждый умудряется в своем деле. Без них ни город не построится, ни жители не населятся, и не будет, не будут жить в нем. И однако ж они в собрание не приглашаются, на судейском седалище не сидят, и не рассуждают о судебных постановлениях, не произносят оправдания и осуждения, и не занимаются притчами, но поддерживают быть житейски, и молитвы их об успехе художества их. Далее призвание книжников, 59 января, в главе говорится. Только тот, кто посвящает свою душу размышления о законе Всевышнего, будет искать мудрости всех древних и упражняться в пророчествах. Вот он, великий страдалец. Господь наш Иисус Христос, ему слава по веки. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok